Самый Лев, потому что имеет очень большой опыт работы с другом. Ну, а также, вот, ну, расскажу вкратце, то есть я начинал свою карьеру также с картинга. В деле первые две буквы — это первые буквы имён основателей, Ауфрехт и Мельхер, и... Передвижение для меня. Ну, на дороге веду себя спокойно, и нету какого-то желания там погонять, посоревноваться с кем-то на дорогах общего пользования. Правильно я сейчас сижу? Вот-вот, я сейчас снял, с меня всё течёт, вот, а так во время... Я всё забрал, кстати, вот, думаю, буду в нём кататься. Регулировать под себя, регулируйте, сиденье, всё подготовить. Пожалуйста, оперативник, например, присаживайся, пора идти за мной, стараюсь копировать треугольную технику пилотажа на обратильнике. Где я за рулём сам ездил. Ещё я был, конечно, на Хокенхайме, но там езда, конечно, была не такая. Мы там просто катались на микроавтобусе по трассе Формулы-1, вот. И всё. Опытные гонщики-инструкторы признали, что бобслистов и скелетонистов особо учить не нужно. Правильные траектории они привыкли выбирать на подсознательном уровне, хотя с точки зрения автоспорта есть небольшие нюансы. Для них, наверное, было новым понятием понятие апекса. Это вершина поворота, где нужно прижаться максимально на внутреннюю часть трассы, проехать по поребрику. Просто в их гонках поребриков нет, у них трасса полностью выполнена из льда. То есть плавность линии, с этим нет никаких проблем. Осенью в дни этапа Формулы-1 в Сочи состоится похожий праздник скорости, но уже на санно-бобслейной олимпийской трассе. Не исключено, что в качестве разгоняющих могут оказаться непрофессиональные спортсмены. Следите за информацией, записываться на бобслейный тест-драйв наверняка нужно будет заранее. Сергей Дерябкин, Валерий Воробьев, НТВ+. Продолжение следует...